Ну, к сожалению, наше кино не снимает пока, может быть, не снимает в том объеме, в котором нужно материал и для подростков, и для более старшего возраста детей. Ну, скажем так, от 5 до 15, да, вот все, что мы видели, и «Дети капитана Гранта», и «Приключения электроников», и «Гардемарины вперед», много действительно фильмов, которые помогали нам становиться хорошими людьми, много героев, на которых мы хотели похожи, это действительно широкий пласт в наших душах, воспитанных в Советском Союзе и на советском кино. Ну, здесь опять вопрос, даже больше не ко мне, а к рынку. Все, вернее, весь контент, который поступает на телеканалы и в кинотеатры, диктует рынок. Оно либо продается, либо не продается. Видимо, должен быть, а, конкурентоспособный продукт детский, во-вторых, должен быть на него просто финансовый спрос. Мы сильно открыли границы, не только, скажем, промышленные, но и культурные границы, да, и здесь на смену нашим мультфильмам и фильмам пришли западные. Может быть, предложили что-то интереснее, веселее, лучше, быстрее, остросюжетнее. Но я знаю, что в мультипликации мы держим марку, и наши мультики смотрим не только мы, но и мы успешно их продаем в другие страны. Вот, фильмов для подростков очень не хватает. Я, честно вам говорю, как молодой отец, дочке 7 лет, и вот с 7 до 15 посмотреть бы ей тех фильмов, которые смотрели мы, но изменился политический строй. Если наше поколение было расформировано на октября от пионеров, комсомольцев и впоследствии коммунистов, и, в общем-то, была какая-то линия выстроенной партией, и этому всему отвечали фильмы, то сейчас уже, конечно, немножко по-другому устроен мир. Может быть, нам действительно пора бы уже включить то, что ребятам, молодым будет помогать выстраивать современную Россию, жить, любить свою страну, видеть каких-то новых героев, которые из этой страны, не обязательно это должны быть герои Жюли Верна, но молодежные сериалы, тем более, что эта публика тоже... А, ну, наверное, все-таки молодежь уходит с телеканалов, больше находится в интернете, да, и в этом основная проблема, что у телеканалов находятся люди, которые постарше. В общем, это все-таки больше вопрос, наверное, к киношникам. Я пытаюсь только размышлять на эту тему. Продолжение следует...